Привет еще раз. Кто прослушал меня зовут Максим Терещенко, я продуктовнер в компании ZoomData. Я бы сегодня наш митинг рассматривал не как какой-то доклад, даже не как презентацию продукта, а больше встреча, которая могла бы стать началом большой дружбы между нашими компаниями, потому что, насколько я знаю, сейчас в Украине вообще практика BigDate и Business Intelligence в софт-серве одна из самых сильных. Поэтому хотелось бы с вами дружить, обмениваться опытом, то есть рынок очень узкий. Поэтому хотелось бы сегодня на самом деле подружиться. С точки зрения, что я хотел бы вам сегодня рассказать, то есть в принципе это доклад один в один с конференцией по искусственному интеллекту и BigDate, которая была в Одессе 23 мая, то есть не знаю, кто-то из вас был на ней? Вот, ну не слышу никакого фидбэка, то есть, значит, возможно не было. Вот, потому как бы, ну если вдруг кто-то был, то может будет не совсем интересно, потому что доклад в принципе тот же самый. Но я думаю, что мы не будем так к нему четко привязываться, да, если будут по ходу возникать какие-то вопросы, можем отклониться, что-то обсудить и так далее, чтобы, ну, прежде всего найти какие-то точки соприкосновения. Вот, и посмотреть, то есть в каком ключе мы можем двигаться дальше, где мы можем мениваться опытом, делиться какими-то знаниями и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, я начну немножко обо мне, то есть я на рынке Business Intelligence уже около 10 лет. Начинал работать я в консалтинге, вот, то есть мы внедряли такие системы, как Cognos, Business Intelligence, Cognos Planning, кто слышал. Вот, потом, то есть я уже ушел на корпоративный рынок, проработал определенное время в British American Tobacco, как BI Business Analyst. Вот, и поработал на Sterling Commerce, то есть немножко именно на корпоративном рынке. И после этого большая часть времени, то есть я проработал уже в компании Luxoft, который, я думаю, что вы все знаете, и пришел там путь, то есть от BI-разработчика до Delivery Manager, заодно занимался развитием BI-практики в Luxoft. Вот, ну и в этом году, скажем так, я сделал определенный поворот в своей карьере, да, то есть из корпоративного рынка, из таких больших корпораций, то есть я перешел в стартап, да, потому что мне было интересно посмотреть, как, ну, скажем так, этот рынок, да, рынок стартапов, как, что он из себя представляет, какие тут есть законы там и так далее и тому подобное. Кроме того, мне было интересно больше перейти в Big Data, да, то есть из Business Intelligence перейти в Big Data и посмотреть, что там происходит, какие новые тенденции на этом рынке, куда этот рынок движется и так далее. Вот, то есть на самом деле перешел я не так давно, немного более три месяца, вот, потому у меня такой, скажем так, на этот рынок несколько новый взгляд. Безусловно, я не знаю всех нюансов, вот, то есть я больше привык к такому корпоративному рынку, но, тем не менее, я хотел бы с вами поделиться и подискутировать о том, ну, как бы, что нового для себя открыл за эти три месяца, куда этот рынок вообще идет, и что нас ждет дальше, как мы можем развиваться там, в том числе между нашими двумя компаниями, то есть даже может быть какое-то партнерство, может быть и так далее и тому подобное. Вот, значит, что я сегодня вкратце хотел бы рассказать, то есть вообще вот тот традиционный BI, товарихауса прочь, который, как бы, есть, который уже есть много лет, вот, он, конечно, не стоял на месте, он видоизменялся, вот, но сейчас, как, у меня такое мнение, да, и, ну, и многих других, там, людей на рынке, что он потихоньку уходит в небытие, во всяком случае, есть какая-то критическая точка, да, когда, скажем так, какой-то подход в IT, он не то, чтобы сразу уходит с рынка, да, но он потихоньку останавливается в своем развитии, и его заменяют какие-то модерновые технологии. Вот, и, соответственно, есть определенные челленджи, да, которые нам приходят прежде всего от клиентов, да, от очень динамичного рынка, потому что мы работаем на рынок Америки в основном сейчас, да, то есть есть определенные челленджи, и вот эти челленджи именно влияют на этот традиционный подход, да, и делают его потихоньку нендееспособным. То есть я вам, как бы, скажу свое видение, да, вот какие именно челленджи влияют, то есть, может, вы со мной не согласитесь или добавите что-то еще, то есть, в общем, будет интересно на эту тему подискутировать. Да, после этого, то есть, вкратце расскажу, то есть, что такое продукт Zoom Data, то есть, какие его характеристики, вот, какая его архитектура, ключевые фичи, да, то есть, я, сразу скажу, я не буду сильно сегодня углубляться в техническую сторону, ну, по многим причинам, во-первых, я больше продуктован, а во-вторых, у нас, в принципе, время сегодня ограничено, но, тем не менее, там какие-то технические вопросы вы можете потом задавать, вот, то есть, мы их обсудим, если будет действительно интерес, мы можем организовать какую-то отдельную техническую сессию, да, то есть, поговорить уже именно глубоко, вот, но сегодня хотелось бы так просто по верхам, скажем так, пройтись. Вот, то есть, если останется время демо, покажу небольшое, то есть, и уже потом отвечу на ваши вопросы. В принципе, если у вас что-то появляется по ходу, тоже задавайте, я думаю, что у нас будет больше такая дискуссия, нежели какой-то такой четкий доклад. Как вообще, вот, ну, я так понимаю, что здесь все люди на коле, как бы, из BI, из Data Warehouse, нужно ли рассказывать вообще о традиционном подходе, какие у вас новые, или я думаю, что здесь все знают о нем, или можем сразу перейти к челленджам? В принципе, понятно. Да, ну, хорошо, то есть, я думаю, что, в принципе, на конференции, да, то есть, я рассказывал, потому что там были люди разные, то есть, традиционный approach, да, которому, ну, не знаю, наверное, порядка 10 лет, может, немножко больше, вот, то есть, суть его сходится в том, что у нас есть много систем, да, то есть, мы это сливаем в некий Data Warehouse, и потом уже, скажем так, с помощью определенных аналитических тулзов строим нашу корпоративную отчетность, отчетность и анализ. То есть, естественно, это очень условная такая картинка, да, и тот же самый этот подход, он тоже очень видоизменялся, есть разные подходы к построению хранилища данных, там, Inman, Kimball, я думаю, там все знают, и разные ETL-платформы, та же самая эволюция постигла и, собственно, аналитические тулы, то есть, я, например, работал больше всего с Cognos и с ClickView, причем Cognos еще я начинал, наверное, с 7-й версии, то есть, до 10-й точка 2, и, конечно, то есть, там был определенный прогресс. Если говорить о ClickView, тоже где-то с 9-й версии по 11-ю, вот, ну, и тоже это все очень сильно, как бы, меняется, конечно, вот, но все равно, как я уже сегодня говорил, то есть, сейчас, как, есть какая-то точка, да, вот, когда этот подход уже, в принципе, потихоньку будет уходить или, скажем так, останавливаться в своем развитии, да, то есть, какие я вижу здесь челленджи, да, то есть, первый челлендж – это Big Data, да, такое несколько абстрактное понятие, но, тем не менее, данных становится больше и больше, экспотенциально больше по многим причинам, вот, ту же самую революцию произвел появление Хадупа и все, что с этим связано, вот, то есть, в принципе, ну, становимся здесь на таком тезисе, да, что традиционные хранилища, они все-таки не особо предназначены для хранения именно больших данных, то есть, огромных-огромных массивов, вот, и тот же самый Хадуп произвел здесь определенную революцию, как в плане инфраструктуры, так и в плане, собственно, хранения данных. Вот, следующий челлендж, который я вижу, то есть, это connectivity, под connectivity я понимаю именно типы сорсов данных, с которыми мы коннектимся, все-таки, если говорить о стандартном опротче, мы, в большей части, мы работали с реляционными источниками, да, то есть, это реляционные базы различные, да, но это все-таки реляционные базы и файлы, опять-таки, XML, текстовые файлы и так далее, тому подобное. Конечно, я думаю, есть исключения из-за этого, и, возможно, какие-то новые SQL, там, части есть в каких-то хранилищах, да, и так далее, но, в принципе, большинство не аналитических, а электрических платформ ориентированы на реляционные источники данных, вот. Сейчас же количество типов данных, их становится очень, очень сильно растет, да, и потому, соответственно, здесь подход к connectivity должен меняться для аналитической платформы, но об этом чуть детально поговорим позже. Live source, да, в принципе, если мы говорим о традиционном, опять-таки, о прочем, то такого понятия, как live source, я лично не встречал, да, то есть обычно что-то там грузится ночью ETL, да, и мы сегодня смотрим на вчера. Ну, например, те кейсы, которые мы сейчас видим уже у клиентов, да, то есть если они проводят какую-то маркетинговую рекламную акцию, они хотят понимать, например, реакцию твиттера на нее, да, и хотят понимать ее прямо сейчас, да, пусть это будет задержка, там, например, пару минут, или там даже 10 минут, да, но это нельзя смотреть на вчера, да, потому что на вчера с точки зрения бизнеса это уже не будет иметь никакого смысла, вот. Соответственно, или там взять какой-нибудь Black Friday в Америке, да, то есть это тоже, там, большая часть продаж за год происходит в Black Friday, и нам нужно мониторить, там, эти продажи онлайн, то есть и там обеспечивать, там, дополнительные доставки или, там, какие-то нештатные ситуации обслуживать, и здесь уже, опять-таки, нам необходим именно live source, а не что-то, что будет, там, с каким-то большим дилеем загружаться куда-то. Ну, подход, ну, я его, в общем, назвал, как бы, но ETL подход, то есть это не говорится о том, что вообще, собственно, ETL такой исчезнет, да, но это говорит о том, что ETL тоже немножко трансформируется, вот. Суть, суть его такая, что, в принципе, если у нас есть Hadoop, то основные трансформации данных мы можем делать прямо в нем, да, то есть нам не нужно, там, перекладывать из источников данных, там, Data Warehouse, потом, ну, у нас есть, там, определенные стадии, стадии, там, staging, какой-то интеграционный слой в Data Warehouse, там, и так далее, и тому подобное. Здесь можно с данными работать немного динамично. Вот, то есть здесь, опять-таки, это понятие, оно очень неформализировано, да, все говорят, но ETL, мало кто понимает, что действительно они имеют на этом в виду, я встречал такие отзывы, да, что тут же в одной статье, то есть кто-то говорит, что все, ETL отмирает, вторые говорят, что, ну, в частности, информатика говорит, что нет, он просто немножко трансформируется, да, но об этом тоже немножко поговорим позже. Вот, ну, опять-таки, сейчас очень много аналитики, в том числе и в бигдейты, уходит в облака, я думаю, что это не новость, я, например, когда я работал в корпоративном рынке, на самом деле, была очень боязнь вообще всего, что связано с облаками, то есть с точки зрения security, с точки зрения загрузки туда данных и так далее, и тому подобное, то есть это все считалось так, ну, в общем, на это никто не шел, да, как мы это не предлагали нигде, то есть я лично там за свои годы, ну, может быть, я работал в очень больших просто компаниях, да, где там очень большое security, но, тем не менее, мне кажется, большая боязнь к этому была, вот, сейчас же то, что я наблюдаю уже на рынке именно аналитики бигдейта, да, то есть эта боязнь постепенно уходит, и все больше и больше клиентов уже согласны загружать свои объемы данных в облака, в тот же Amazon, и там же и делать и аналитику. Вот, ну, и последний, последний такой челлендж, да, то есть, может, он напрямую не относится к BIDVH, а прочее, но, тем не менее, сейчас, опять-таки, аналитика переходит на мобильные девайсы, айпады, айфоны, там и так далее, и там подобное, и если раньше это требование, оно было больше как optional, да, то есть поддержка тех же там айпадов, то есть сейчас это уже обязательно должно быть, да, и, то есть вся аналитика должна не только отображаться на, собственно, на компьютере, на всех связанных мобильных девайсах. То есть вот такие, собственно, челленджи, да, то есть я увидел, вот, когда я пришел на рынок бигдейта и стартапов, да, то есть я пришел, я увидел вот такие, скажем так, high-level, high-level челленджи. Вот, ну давайте о них немножко поговорим подробнее, ну, такая здесь картинка больше, такая маркетинговая, да, то есть об неких анализе, тут EDC сделал такой репорт, да, что у нас там данные вырастут до 40 ZB в 2020 году, вот, ну, в общем, тут, в принципе, о чем можно сказать, что, во-первых, данных, рост данных действительно стал очень серьезный, да, по сравнению с предыдущим, а второй ключевой момент, то, что вы видите, что количество данных именно в традиционном структурированном формате, оно абсолютно не так растет, как количество неструктурированного контента, вот, и доля, опять-таки, этого неструктурированного контента, под неструктурированным, я понимаю, все, что нерелационное, То есть она опять-таки экспоненциально растет. И, соответственно, это напрямую влияет на требования к аналитическим продуктам. Если раньше, допустим, ClickView поддерживал только лишь DBC драйверы и файлы, то сейчас это уже работать не будет, потому что очень большое количество информации уже не в реляционном виде. Что дальше? Когда я работал, например, в Deutsche Bank, в других компаниях, то есть есть абсолютно четкий пул технологий, утвержденный на корпоративном уровне. Например, это информатика для ETL, это Oracle для базы, это Cognos или ClickView для биоаналитики. То есть когда ты приходишь именно уже на рынок Big Data, благодаря катастрофическому росту венчурных инвестиций, ты видишь уже огромное количество всяческих продуктов, абсолютно разных. То есть и как источников данных, так и аналитических платформ, так и Big Data платформ и так далее и тому подобное. И опять-таки большой челлендж – это ориентироваться в этом лендскейпе. То есть вот это вот на картинке – это, собственно, Big Data landscape, по-моему, прошлого года. Я думаю, в этом году он еще в полтора раза больше и так далее и тому подобное. Потому что венчурный рынок очень сильно растет. Значит, что здесь можно из этого вынести? То есть, во-первых, то, что мы реляционным коннектором уже не обойдемся. То есть, чтобы сделать конкурентоспособные продукты на рынке Big Data, то есть нужно, во-первых, очень четко ориентироваться в этом огромнейшем лендскейпе. То есть понимать, какие из этих стартапов действительно имеют перспективы и каким из них нужно сделать коннекторы. Кроме того, в продукте должен быть определенный, скажем так, workflow или некая такая платформа для того, чтобы очень быстро делать новый коннектор. Потому что, опять-таки, этот стартап может появиться, у клиентов могут возникнуть определенные потребности к этому коннектору, мы должны его быстро сделать, а завтра с этим стартапом будет непонятно. Может быть, он вообще прекратит или его кто-то поглотит и так далее и тому подобное. То есть мы должны быстро очень на эти требования реализовывать. Ну, с точки зрения типов, то есть, опять-таки, структурированные, не структурированные, MPP-базы, файлы-базы, то есть это, опять-таки, поддержка серча, engine-ов, такие как Elasticsearch, ClouderaSearch. То есть это разные типы данных, SQL, NoSQL, разные типы хранения. Вот, опять-таки, мы должны поддерживать connection к тем серцам, которые у нас в инфраструктуре, которые где-то в облаках. Поддержка, опять-таки, этих же Lab-систем, API-коннекторов. И, опять-таки, то, что я говорил, то есть это возможность анализа live данных. Вот, опять-таки, если мы возьмем многие соцсети, в том числе Twitter или Facebook или LinkedIn, то, в принципе, это уже не статические источники, это уже потоки, которые, даже если мы возьмем телефон, то нам идут постоянно определенные потоки. Эти потоки нужно как-то обрабатывать и анализировать. Ну и здесь важный такой момент, что мало иметь коннекторы, то есть нужно еще иметь как-то, чтобы было взаимодействие между ними, то, чтобы можно было, грубо говоря, джойнить каким-то образом революционный сорс и нереволюционный сорс, да, и потом уже строить аналитику на этом. Что дальше? Случалось ли кому-то из вас встречаться или, может быть, смотреть такой продукт, как Трифакта? Было ли у кого-то такой опыт? Не слышу ответа, значит, возможно, не было. Ну, я не могу сказать, что тоже я его очень сильно так смотрел близко, да, но как бы в чем его суть? То есть это я перешел уже к более детальному рассмотрению, но ETL, да, что под ним поднимается. Ну, по сути, как я понимаю, под ним поднимается то, что мы наши все данные уже грузим в ходу, тем более, да, то есть мы можем загрузить не только революционные данные, то есть абсолютно разные в ходу, вот, и уже вот эти вот все трансформации над данными, то есть мы можем делать, собственно, в ходу, то есть организовать определенные слои там и уже в них работать. Вот, и у нас сейчас появляются на рынке определенные, скажем так, платформы, которые позволят это сделать более динамически. То есть, например, то, что я говорил, Трифакта, да, то есть самого продукта я не видел, но то, что я понимаю, вы как бы коннектитесь через Трифакту к Хадупу, вы видите, например, небольшой какой-то сет данных, очень через UI, через какой-то простой язык выражений, там, скриптов, вы можете сделать определенные модификации над этими данными, на определенном сете данных, вот, и потом запустить этот уже получившийся скрипт на огромных массивах данных. То есть тем самым пользователь может очень динамично и быстро обрабатывать какие-то массивы данных и тем самым несколько, ну, скажем так, в каком-то образе заменить ETL. Потому что, ну, проблемы ETL, которыми я сталкивался в корпоративном рынке, да, то есть что там ночью что-то загрузилось, возможно, там какие-то проблемы возникли, нужно смотреть какие-то логи, где-то какая-то там ошибочная строка попала, там какой-то constraint нарушился, да, в результате там весь feed упал, хранилище не обновилось, да, то есть весь там бизнес стоит на ногах и так далее и тому подобное. То есть здесь мы приходим к тому, что у нас меньше таких constraint, да, то есть у нас есть определенные, более динамические, ну, платформы, которые позволяют юзеру через UI обрабатывать данные, их модифицировать и работать с большими, опять-таки, объемами данных с помощью вот таких вот аналитических платформ, как Trifacta. Ну и потом, если мы используем уже аналитический продукт нового поколения, то есть, как, например, ZoomData, да, то есть мы напрямую можем коннектиться к Hadoop и с определенного слоя уже читать подготовленные данные к анализу, вот. Ну и тем самым, да, то есть нельзя сказать, что такой вообще уже ETL-а нету, да, то есть мы все равно данные откуда-то берем, кладем и трансформируем, да, то есть просто этот подход немножко видоизменяется, становится более интерактивным и динамичным, вот. А назвали, да, это все, вот, но ETL, ну, опять-таки, я думаю, здесь больше маркетингов, чем такое реальное. Ну, следующее, то, о чем я говорил, что постепенно все-таки анализ больших данных уходит в облака, то есть этому способствует очень много факторов на рынке, то есть, во-первых, ну, не каждая компания даже большая готова поднимать у себя эту Hadoop-инфраструктуру, поддерживать ее, нанимать специалистов и так далее и тому подобное, то есть, в принципе, гораздо проще загрузить эти данные на тот же Amazon, то есть гораздо лучше там ценовая политика, да, то есть можно там какие-то виртуалки поднимать on demand, какие-то аппликейшены подключать. Опять-таки, уже на облаке есть очень много сервисов доступных на том же Amazon, то есть нам можно там подключить и какие-то вычисляемые кластеры, и тут же подключить аналитику, там и так далее и тому подобное. Вот, получается, потому, в принципе, если это все правильно и разумно использовать, то совсем другой прайсинг получается, да, то есть мы можем на этом действительно существенно экономить. Мы получаем сразу уже интегрированный пакет различных приложений, да, для аналитики, для трансформации данных, для каких-то вычислений серьезных там и так далее и тому подобное. Ну и кроме того, конечно, вычисляемые возможности облаков не сравнить. Вот. И все еще, я думаю, на рынке есть, конечно, большие вопросы по секьюренности данных, вот, потому что я думаю, что не каждая компания все равно еще, особенно если это банковская сфера готова грузить свои данные на внешние облака, вот, то есть это большие риски. Но, тем не менее, я думаю, что, несмотря даже на это, вот, как, опять-таки, с того же отчета EDC, около 40% данных уже так или иначе будут, ну, тут так написано, касаться облаков, да, то есть будут так или иначе или храниться, или обрабатываться на облаках в 2020 году. Ну, то есть, опять-таки, тенденция очевидна, да, все, что туда все будет уходить так или иначе. Вот. Ну, и если, если подытожим, да, то можно, как бы, между двумя этими подходами все-таки провести какую-то грань, пусть она немножко размытая, но, тем не менее, да, появляется совершенно новый подход, да, то есть, и вот если проводить такую аллегорию, то здесь это как пиджак и футболка, то есть, Big Data Analysis, он все-таки более динамичный, он ориентирован на определенные поиски, поиски, ну, инсайтов данных, да, вот типичный, типичный юс-кейс, который мне подошли на конференции, как бы, ну, вот, украинские службы доставки, да, то есть у них, например, нужно выявить какие-то там кейсы, вот, когда они холодильник, грубо говоря, доставляют за 17 гривен, да, при этом у них, там, каждую минуту случается огромное количество доставки, да, то есть, вот это вот явно кейс для Big Data, да, для Big Data платформы, то есть, можно, конечно, это все там по старинке грузить в Warehouse, там и так далее, и тому подобное, но явно этот кейс не для этого, да, потому что нам нужно обрабатывать огромные массивы, то есть, у нас нет четких требований, что мы вообще хотим, как бы, выявить, да, то есть, нам нужно выявить какие-то эксепшены в доставке, там, например, нам нужно, то есть, поиграться с данными, посмотреть, там, какие-то коэффициенты подвигать и сделать это очень быстро на больших данных. Да, это вот явный кейс именно для нового подхода. А если мы говорим о корпоративной отчетности, о четких требованиях, об аудиторской отчетности, отчетности, связанной с ERP-системами и так далее, то здесь, пока, я думаю, все остается, как и было, и будет оставаться. Вот, просто будет развиваться определенный новый сегмент, когда это аналитики, и с определенными кейсами, и новыми продуктами, новыми стартапами. Вот, то есть, это касательно кейсов. Может быть, здесь есть у вас какие-то комментарии, вопросы, может, с чем-то несогласные, то есть, любые, какой-то фидбэк. Да, не было бы, все понятно. Хорошо, тогда следующее. Я хотел бы уже представить вам, собственно, наш продукт. Значит, ключевые факты. То есть, мы сравнительно молодой стартап, то есть, нам чуть больше двух лет. Вот, значит, на текущий момент 85 человек работает в ZoomDate. Видите, у нас есть центр разработки в Киеве, то есть, и уже сейлс, маркетинг и так далее. То есть, это все больше расположено в Америке, в Рестене. Вот, было получено несколько циклов инвестиций общей суммой 21 миллион долларов. Вот, а сейчас, в принципе, ZoomDate переживают интересные времена. То есть, от стартапа, да, то есть, мы уже начинаем больше такое становление как продукт, вот, со всеми вытекающими отсюда, скажем так, последствиями. Вот, потому, ну, скажем так, есть какая-то определенная фаза стартапов, то есть, мы уже не стартап, но еще, скажем так, не ClickView, да. Вот, и мы где-то посередине, и вот сейчас мы движемся уже в сторону такого полноценного, полноценного продукта и проходим все вот эти вот стадии, которые нам нужно пройти для того, чтобы стать этим полноценным продуктом. Значит, вкратце, вкратце об архитектуре продукта сейчас. Во-первых, то есть, у нас есть некий Data Connector Engine, вот, с помощью которого, то есть, мы можем коннектироваться с абсолютно разными типами источников данных. То есть, это и Big Data, это и Flat Files, это и стандартные революционные данные, это и вот эти вот Live Source, и некий стриминг, да, то есть, и у нас есть определенная платформа, основание которой, то есть, мы можем эти коннекторы добавлять, потому что все больше и больше, как я говорил, от разных клиентов, сейчас приходят разные требования на разные коннекторы. Вот, и, соответственно, мы развиваем наш коннектор libraries. Вот. Кроме того, то есть, у нас есть нативная интеграция с Spark, вот, то есть, Spark у нас используется, как для загрузки Road Date, вот, то есть, например, там, с того же S3, там, или HDFS, то есть, мы можем загрузить напрямую большие, большие объемы в Spark и уже работать, ну, скажем так, над визуализацией, базируясь на Spark данных. И, кроме того, мы Spark используем для того, чтобы кешировать некие агрегированные запросы уже от визуализаций. Вот, в принципе, то есть, два типа таких кеширования используются. Как я говорил, то есть, мы сейчас работаем над некой Fusion Studio, под Fusion, то есть, мы понимаем возможность join, грубо говоря, различных сорсов, и, то есть, если вы, например, хотите связать там Sales данные с данными Твиттера, то с помощью Fusion Studio, то есть, мы сейчас вот работаем, ну, можете их связать и использовать уже в аналитике. Вот, то есть, на самом деле, это презентация этой студии, этой фичи, грубо говоря, она пройдет этим летом, да, потому это все, в принципе, еще, скажем так, новое. Но, то есть, основная идея не только поддерживать огромное количество типов сорсов, но еще дать возможность пользователю работать с ними вместе, то есть, делать запросы одновременно к многим сорсам. Вот. Значит, мы поддерживаем так называемые microquery. Ну, здесь же такая функция, которая называется sharpening. Ну, грубо говоря, то есть, если вы строите визуализацию на больших объемах, да, то есть, например, уже 1% данных скачан, да, то есть, можно эти данные сразу отобразить и в бэкграунде подтягивать следующие данные. То есть, это некая такая порционность вывода данных на визуализации. Да, то есть, это, ну, на самом деле, это фича запатентированная ZoomData, и, в принципе, такого больше нигде не видел. Вот. Ну, как и любая аналитическая платформа, то есть, мы подделяем, у нас есть определенная security, возможность подключения к LDAP. Вот. Сейчас мы начинаем развивать некий calculation engine. То есть, ну, пока это простейшие функции, там, плюс-минус, там, агрегированные функции, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, и как к ценам это нужно визуализировать, да, то есть, для этого мы используем, как бы, визуализации, которые построены на основе HTML5 и библиотеки D3, вот, то есть, на JavaScript. Кроме того, мы поддерживаем определенные, ну, скажем так, API, да, с которым можно коннектиться к ZoomData, и, например, встраивать визуализацию в ваш портал, то есть, через, там, iFrame и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, то есть, вот это вот, в общем, как бы, в общем, структура, структура продукта, его архитектура, то есть, есть ли здесь какие-то вопросы сразу? Нет, тут вопросов нет. Хорошо. Ну, и, соответственно, вот, из того, что я говорил, то есть, как бы, наш ответ, Chamberlain, наш ответ на те челленджи, которые есть на рынке, да, то есть, как мы на них отвечаем. Быстрые визуализации, да, то есть, у нас достигаются того, что, во-первых, нативная интеграция со Spark, во-вторых, это использование, ну, скажем так, JavaScript и дополнительных библиотек, да, то есть, это достигается этим. LiveSRC, то есть, есть у нас поддержка, опять-таки, LiveSRC, то есть, например, Twitter, там, и других, вот, про коннекторы, то есть, как я говорил, мы развиваем нашу библиотеку коннекторов, сейчас это порядка 18, и сейчас разрабатывается еще порядка 6-7 новых, то есть, вот таким образом мы постепенно наращиваем базу connectivity. ZoomData очень хорошо вписывается в некую аналитическую платформу общую, то есть, например, у нас есть партнерство с той же Трифактой, да, то есть, и вот, если, например, нам нужно построить какую-то аналитическую платформу, да, где у нас будет загрузка данных, там, их модификация, там, да, и отображение их в продукте, ну, то есть, как я говорил на слайде про NoITL, то здесь ZoomData очень хорошо в это все встраивается. Интеграция с облаками, да, то есть, мы очень много над этим работаем, уже сейчас ZoomData доступна на двух облаках, то есть, это Databricks Cloud и Cloudera GoGrid, ну, то есть, там оно где-то может быть еще в бета-версиях, но, тем не менее, как бы идея такая, что вы заходите на облако, да, то есть, у вас есть там в приложениях ZoomData, то есть, вы можете ее там начать использовать, да, подканетиться к тем сарсам, которые вы создали на облаке, и использовать ее в рамках аналитики. Вот. Ну, и последнее, то есть, это нативная поддержка мобильных девайсов, вот, то есть, это Touch Interface, HTML5, то есть, у нас, в принципе, все как в виде портала, то есть, никаких плагинов там и так далее, и тому подобное, то есть, это, скажем так, нативная поддержка идет всех мобильных девайсов. Хорошо, давайте тогда буквально 5 минут покажу вам, собственно, продукт. Вот, то есть, ну, начинается работа, в принципе, стандартно, то есть, это со входа на портал, то есть, что у нас есть на портале? По сути, из основного, то есть, у нас есть наши типы сарсов. Немножко, я так понимаю, запазывает у вас картинка, или как? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, хорошо, то есть, я тогда не буду торопиться. Вот, в общем, есть определенные типы сарсов, да, и, собственно, уже созданные сарсы, вот, ну, то есть, здесь все понятно. Есть определенная библиотека, то есть, вы создаете сарсы, настраиваете их настройки, вот, и, соответственно, потом можете визуализировать данные. То есть, эта версия еще немножко старенькая, сейчас у нас уже, ну, больше, как я говорил, уже порядка 18 коннекторов. Ну, что тут еще? То есть, есть некая Visualization Studio, в которой вы можете делать кастомные визуализации на основе JavaScript, можно настраивать Security и определенные настройки. Ну, на самом деле, как бы, в принципе, все очень просто. Ну, и после этого вы уже можете создавать, во-первых, визуализации на дата-сарсах и конфигурировать дашборды. Давайте посмотрим парочку примеров таких дашбордов. То есть, например, дашборд по продажам, да, причем здесь продажи идут именно real-time. То есть, то, о чем я говорил, например, там, у вас Black Friday, или что вам нужно это мониторить. То есть, вы видите, что, в принципе, данные динамически меняются. То есть, это говорит о том, что данные идут в виде real-time. Вот, опять-таки, мы можем, например, по нашему временному периоду откатиться назад, да, то есть, посмотреть, какая там картина, например, была час назад, и, как бы, ну, или там вернуться, опять-таки, вернуться назад. Вот, то есть, двигаться к временному ряду и смотреть историю, там, ну, скажем так, за несколько минут. Кроме того, если мы хотим получить динамику, да, то есть, мы можем там немножко данные ускорить. Вот, и видите, то есть, и смотреть в динамике, что у нас происходит по нашим, по нашим продажам. Вот, ну, что тут еще интересного? Ну, можно смотреть, опять-таки, размещать данные на картах. Вот, можно делать drill-down по картам, например, вот в данном случае, то есть, это мы опускаемся там на уровень, ну, я не знаю, как это называется, каких-то регионов в Штатах, да, или мы можем подняться, подняться выше. Вот, можем, опять-таки, данные отфильтровать. Вот, ну, это, в принципе, все такое, ну, или там отобразить, например, тренд. Вот, ну, в общем, скажем так, динамически работать с данными, фильтровать их, смотреть их и так далее. То есть, здесь, в принципе, такие больше фичи, свойственные любой аналитической тулзе, то есть, из такого, из более уникального, да, то есть, это именно работа, работа с лайфсорсами. Вот, хорошо, давайте посмотрим еще. То есть, например, дашборд, который построен на уже неком search engine, то есть, а именно на клаудэре search. Вот, здесь у нас собраны фидбэки постояльцев о гостиницах. Вот, и то есть, я, например, если я хочу узнать там про собачек, да, там, кто отдыхает с собачками, у меня сразу, видите, новый скрин возникает, то есть, именно он, он как бы нативный для этого сорса, вот. То есть, здесь очень важно, да, то есть, например, если мы возьмем там, ну, например, тоже ClickView, да, то есть, визуализации у нас не меняются от типа сорса, то есть, они всегда стандартные. То есть, вы уже закачали данные, то есть, вы с ними работаете, да, то есть, мы, например, здесь у нас определенные специальные функции подтягиваются на визуализации, то есть, которые, в принципе, именно source type, source type dependent. Вот, ну, и, то есть, например, я могу еще использовать так называемый фасет, еще отфильтровать, например, я хочу там отзывы только мужчин, да, собачек, и почитать там, например, какие-то, вот, например, этот отель, в нем очень хорошо отдыхать с собачками, да, там, посмотреть статистику, да. Вот, ну, вот я же говорю, здесь важно то, что у нас, как бы, UI подстраивается именно под тип сорса, да, и определенные новые функции, которые доступны в сорса, например, тот же быстрый поиск для Cloud Air и так далее. То есть, он может использоваться прямо из визуализации. Хорошо, что еще? Например, тот же самый Twitter. Вот, то есть, опять-таки, видите, у нас идут поток неких твитов, да, то есть, по различным тегам, то есть, мы это все в онлайне можем смотреть, можем смотреть облако слов, некий трендинг. Кроме того, мы можем посмотреть, ну, то есть, вы видите, данные в онлайне меняются, можем посмотреть детали, то есть, например, в онлайне смотреть, там, кто там твитит сейчас по BigDate. Опять-таки, если мы какую-то запустили, например, маркетинговую акцию, да, то это будет очень полезно. Аналитику смотреть в онлайне, там, например, смотреть, там, реакцию общественности, да, на какой-то ивент или, или акцию, там, или что-то еще в таком духе. Так, хорошо, вот, вот такие, в принципе, вот такое вот очень быстрая демо. В принципе, ну, то есть, это все, что я хотел бы, хотел бы рассказать, да, то есть, какие-то вопросы задавайте, пишите. Окей, а сейчас ты можешь отвечать данные вопросы? Да, конечно. Окей, смотри, зовут меня Виталий Башун, у меня к тебе есть несколько вопросов. Вот, допустим, ну, демо, да, вот, ну, красивые дашборды, вопрос в следующем, да, сейчас, как бы, у клиентов, у многих, которые хотят делать себе какую-то аналитику, есть такой тренд, как self-service аналитика, да, то есть, и самый интересный вопрос в том, чтобы иметь возможность смотреть на, ну, мета-данные исходных датасетов, да, то есть, как-то эксплорить их и строить свои собственные дашборды прямо над лету. Такая возможность есть? А что ты понимаешь именно под эксплори? Ну, когда можно посмотреть, вот, допустим, мы подключили какой-то дата-сорс, да, и, ну, обычно получается как, что дата-сорс подключил разработчик, там, ИТЛ-процесса, и есть ли возможность у этого разработчика ИТЛ-процесса каким-то образом описать данные, да, которые он подключил, чтобы конечный пользователь мог понимать, с какими данными исходными он работает, например, что означает вот в этом датасете, там, такое-то поле, да, или еще, ну, что-то подобное. Ну, то есть, пока у нас каким это образом реализовано, да, то есть, у нас есть настройка именно сорта, то есть, вот, например, Cloud Dora Search, да, то есть, заходишь, там, выбираешь коллекцию, настраиваешь филды, которые видны, можно поменять определенные типы, сделать лейблы и так далее. А уже конечный пользователь, то есть, он, по сути, работает с неким сетом атрибутов и метрик, да, то есть, вот, которые здесь сконфигурированы, то есть, например, там, Cloud City, я могу его там переименовать, вот. Ведь, в принципе, на этапе сорса, то есть, мы конфигурируем, да, какие метаданные мы хотим показывать пользователю, а, собственно, уже на этапе визуализации он с этими работает. Вот, то, что я говорил, то, что мы делаем, как бы, Fusion, Fusion позволит делать join между двумя ассерсами разными, там, например, между Cloudera и Twitter, да, и на выходе иметь один source, например, там, Cloudera slash Twitter, и там делать определенные конфигурации, то есть, например, там, сделать какой-то left join, да, или какие-то данные, там, убрать и так далее, и тому подобное. Такой микро-дата-менеджмент, микро-мета-дата-менеджмент, да, вот в этом Fusion уже будет, и плюс он есть уже сейчас в настройке source-офф. Да, просто вопрос вот в чем, чтобы, ну, смотри, вот здесь вот, как бы, минимальные метаданные я вот сейчас вижу, да, то есть, как бы, там, visibility, field ID, там, label, если бы была возможность еще оставить какой-то, ну, плюс-минус комментарий, да, к этому полю, то есть, сейчас уже некоторые клиенты, ну, ищут возможности, ищут BI-тулзы, которые позволяют это сделать. Комментарий, ты имеешь в виду какой-то description, типа? Да, типа description, да. Ну, тут, да, то есть, тут пока у нас такой возможности нет, но… Ну, как бы, возможность несложная, но, как бы, получается, что, ну, то есть, реализация, то есть, реализовать ее, я думаю, вообще не проблема, довольно быстро это можно сделать, но, как бы, фича нужная, и иногда это, как бы, ключевой requirement, и я могу сказать с уверенностью, что, там, ваш продукт в некоторых клиентах будет отсечен именно по этому принципу. Ну, хорошо, да, это полезно, то есть… То есть, ну, как бы, если есть возможность, там, ну, сделать такую пометочку себе, да, там, если… Это первое, да. Второе, второй вопрос. Ценовая политика. Я одно время смотрел на ваш продукт, и я не нашел нигде прайса, да, на него. Сколько стоит лицензия, какие есть виды лицензии и так далее. Да, ну, хороший вопрос, ну, то есть, что я здесь могу ответить? Что, в принципе, на данный момент у нас все продажи, как бы, ну, весь сейлс, да, то есть, он в Америке, и он работает чисто на американский рынок, то есть, те продуктованные, которые здесь, они больше ориентированы, то есть, ну, на девелопмент, на фичи девелопмент и так далее, да, то есть, мы, в принципе, там, можем с кем-то поговорить на украинские марки, да, но пока мы… Ну, процесс, да, вот вопрос в чем, да, мы работаем с клиентами, которые, ну, нам доверяют, да, приходят клиенты, говорят, мы, в принципе, готовы к любым решениям, которые вы предложите, и мы, в принципе, можем тем или иным образом влиять на решение клиента, да, предлагать им какие-то тулзы и все такое. Но первый вопрос, да, то есть, ну, клиенты, они обычно из бизнеса, и у бизнеса обычно самый первый вопрос, а сколько это будет стоить? И когда мы не можем точно сказать, сколько это будет стоить, ну, как бы, мы даже, ну… Ну, я понял. …и не предлагаем, да, то есть, то есть, вроде бы, даже тулза хорошая, но у нас какая-то непонятка, мы тоже не хотим выглядеть не очень красиво, когда мы говорим, ну, вот есть тулза, но мы не знаем, сколько это будет стоить. Ну, да, ну, да, ну, да, то есть, было бы полезно, ну, вот если ты начал, пожалуйста, как бы, разговор с того, что можно было бы построить какие-то партнерские отношения, и чтобы их эффективно строить, да, мы хотя бы, по меньшей мере, должны владеть какой-то информацией. У нас сейчас этой информации нет, и нам тяжело строить какие-либо отношения и рекомендовать этот продукт, ну… Безусловно. Да, не просто из-за того, что мы там с вами еще не плотно работаем, а просто у нас нет достаточной информации, чтобы что-то советовать клиенту. Окей. Ну, смотри, то есть, здесь объективно какая ситуация, да, то, что, как говорил у нас Sales там, да, и, в принципе, такие вопросы идеально, конечно, было бы решить, ну, так как, в принципе, Sales тоже американская компания, идеально было бы решать, собственно, в Америке, да, между двумя именно американскими офисами. Потому что, в принципе, я же говорю, мы этой информации сейчас не знаем, то есть, почему ее вот нету такой четкой, да, там, например, не знаю, там, ClickView там, да, там, 1300 евро лицензия, например, да, там, более-менее четкая цифра. Но и то, вот по моему опыту, там, знаешь, там, работа с ClickView, она тоже очень не сразу появилась, да, то есть, если там мы говорим даже некие фазы, там, развитие продукта, то вначале нету четкой цены, в принципе, почему? Потому что это еще не коробочный продукт, и каждому клиенту, вот, которые сейчас там работают, да, то есть, к ним, ну, как бы, он подходит индивидуально. И в большинстве случаев еще предлагают определенный сервис, то есть, например, там, поднятие какой-то инфраструктуры, да, там, что-то нужно мигрировать, там, с ихнего кластера, там, на этот и так далее, и тому подобное. То есть, стараются предлагать некий, не просто там, да, вот вам ZoomData, разбирайтесь, скорее всего, это так не заработает, да, то есть, скорее всего, заработает, если мы говорим, окей, у вас этот вот есть кейс, хорошо, значит, мы давайте тогда, вот, мы поставим ZoomData, мы еще тут три факта вам, и мы еще, вот, у нас есть, ну, отдельная сервисная команда, мы вам вот такой сервис еще дадим. И вот за это вам это будет стоить, там, вот столько-то, да, там, а пакет лицензии еще, там, вот столько-то, и для вас мы еще, там, сделаем, там, супер скидку, там, 50%, вот так, и вот вам общая сумма, вот, понимаешь, то есть, скорее всего, работают именно вот так, то есть, а, как бы, продавать ZoomData, вот, лицензия, там, столько-то стоит, ну, пока, мне кажется, это нереально. Ну, просто, да, сейчас вы покрываете нишу, когда клиент напрямую, да, то есть, к вам приходит, клиент сам разрабатывает свои продукты, и ему, как бы, ну, он может, ну, он понимать, да, то есть, чего он хочет. Если он работает, например, клиент, не технический клиент, пришел, например, к нам в соцсерв и говорит, ребята, построите мне решение, да, и предлагайте любые варианты, да, то есть, может быть, мы бы сказали, вот, есть ZoomData, она очень быстро и круто сделает то, что вы хотите, но это будет стоить столько-то денег, ну, а есть другие варианты, когда мы можем, там, взять какой-то open source и, ну, просто дольше это займет времени, да, то есть, и вот это, вот эти затраты будут стоить столько-то. Клиент уже будет сравнивать, так, а сколько он себе может позволить, насколько быстро ему это нужно, то есть, сейчас, как бы, ну, нет возможности ему предложить что-то и сказать. И еще такой вопрос, если вы хотите строить партнерские отношения, да, с какими-то компаниями, да, типа, ну, которые работают на аутсорс-серв, там, не знаю, там, или софт, еще кто, есть ли какие-то, я не знаю, партнерские лицензии, когда, там, ну, тяжело тоже предлагать продукт, если у нас не аналитики, не девелоперы, не архитекторы, там, не щупали его руками, да, то есть, посмотреть, какие у него есть плюсы-минусы, да, насколько он хорош, то есть, опять же, то есть, чтобы его попробовать, нужно идти к вам, покупать какую-то лицензию, ну, есть ли какие-то программы по партнерскому лицензированию продукта для девелоперских, либо, ну, других каких-то таких вот целей? Ну, во-первых, я думаю, что демо можно посмотреть на сайте, кроме того, насколько я помню, на сайте есть докер-контейнер, да, то есть, если вы работали с докером, то вы можете его развернуть и пощупать. Насчет партнерских лицензий, ну, я не слышал еще чисто такой вот официальной информации, то есть, скорее всего, опять-таки, тут все договаривается сейчас индивидуально, вот, то есть, такой, скажем так, выраженной четкой политики нету, скорее всего, сейчас идет такое, знаешь, как case by case, да, вот есть кейс, там, и приходят, например, там, и говорят, ну, например, там, мы интегрируемся на клауд, да, есть кейс, мы приходим, там, клаудери и говорим, что, там, давайте его, там, синтегрируемся, да, и начинается обсуждение, там, уже, там, если нужно, там, дать лицензий, там, инсталляцию, пощупать, там, клаудери, там, ну, пожалуйста, да, ну, в рамках кейса какого-то, вот, то есть, такой, ну, а такой, прямо, ну, четкой, да, политики, да, для партнеров-девелоперов, наверное, еще пока рано все-таки, ну, в ZoomDate это развивать, потому что пока мы работаем индивидуально, да, то есть, если, например, вот, будет какой-то четкий кейс у Source Server, ну, там, не знаю, там, какой-то, вы делаете какую-то большую аналитическую платформу, и вам нужен вот именно тул, который будет там визуализировать, и вы так посмотрели, вроде как, то есть, ZoomDate это вроде как ложится, да, но нужно пощупать более детально, тогда, как бы, лучше на уровне американского офиса, да, то есть, прийти и сказать, что, ребята, вот, смотрите, у нас есть огромный кейс, давайте на него пойдем вместе, вот, и я думаю, что вам, как бы, здесь абсолютно пойдут навстречу и дадут продукт, и без проблем пощупать, там, сделать какую-то POC совместную, поработать с нашей сервисной командой, но это, вот, пока это работает так, вот, именно кейс-бай-кейс, вот, какой-то такой программы, там... Окей, смотри, а хотя бы такой high-level estimate от прайса плюс-минус, да, чтобы мы хотя бы на каком-то уровне могли, ну, оценивать потенциальную, потенциальную возможность, да, использования. Хорошо, давай, значит, здесь... Может быть, в офлайне я тебе письмо напишу? Да, да, давай, вот, есть мой контакт, лучше написать письмо, я спрошу, потому что, ну, пока, вот, я не какой-то такой информации, в принципе... Максим, можно я вмешаюсь, там, переброс? Насколько я поняла, Виталий просто высказывает, как бы, общую, такую, там, задачу всех девелоперов, когда они приходят и находят какую-то классную штуку, им эту штуку нужно, прежде всего, продать руководству, чтобы руководство уже потом, ну, заключило этот контракт, а сейчас пока непонятно, что продавать и за сколько. Да, да, но здесь, я же говорю, основной момент, то, что сейчас все, мы работаем индивидуально, да, то есть, когда продукт стартует, то есть, опять-таки, есть определенные фазы развития, там, стартапа, да, то есть, если, там, например, определенный продукт стартует и он, как бы, он еще прощупывает рынок, да, то есть, он развивает рынок, то он не может заявить, там, вот, ну, вот мы стоим, там, 20 долларов рубля или тысячу, да, потому что очень сложно тогда развивать рынок. То есть, сейчас мы, как бы, говорим, вот, есть ZoomData, да, есть кейс, мы приходим, мы оцениваем, там, сервисную работу, мы оцениваем лицензии и так далее, да, и мы даем цену. То есть, про какую-то фиксированную цену лицензии, там, и что, я могу спросить. То есть, я этот вопрос, вот, получу от Виталия, то есть, я его спрошу напрямую в селс-команде, то есть, может, мне скажут, там, что можно шарить эту информацию, может быть, дадут тот же ответ, да, что нужно подходить индивидуально. Тогда я точно так же и отвечу, что будем, ну, то есть, пока индивидуально общаться. Ну, по крайней мере, ты свое руководство заинтересуешь в том, чтобы они шли в этом направлении. Ну, а Виталий там свое уже, я так понимаю. Да, то есть, в таком случае, как я говорил в самом начале, хорошо, что там начать с чего-то, да. То есть, и вот это такой первый, как бы, ну, первая ласточка, да, с чего можно начать, и дальше двигаться, общаться, и там, искать какие-то точки пересечения в таком духе. Парни, есть еще какие-нибудь вопросы? Окей. Хорошо. Хорошо, тогда, да, тогда, ну, всем спасибо за внимание, было приятно, что мы так пообщались. Вот, приглашайте нас еще на какие-то, не знаю, если у вас будут какие-то ивенты, конференции, не знаю, митапы. Вот, хотим с вами дружить, хотим с вами общаться. Если нужно будет организовать какую-то техническую сессию, там, по тому же спарку, еще по каким-то типам, там, продуктов, да, можем опять-таки здесь тоже пообщаться, привлечь технических специалистов, то есть, ну, в общем, давайте дружить, в общем. Максим, давай с тобой так решим. В принципе, у нас каждые две недели собирается наша BI Big Data Community. Я думаю, до следующего митинга я постараюсь собрать с мальчиком более-менее какие-то пожелания, какие-то, там, не знаю, запросы, вот. Возможно, будут вопросы, и тогда уже мы будем, тогда мы будем как-то с тобой решать, как синхронизировать наше расписание, твое расписание, чтобы мы как-то попали, и ты знал, там, чего нам хотелось бы услышать от тебя, там, или, возможно, от какого-то другого, там, специалиста из твоей команды. Да, потому что, на самом деле, вот такой скоп, там, технологии, продуктов, он довольно все-таки редкий, да, там, тот же, там, Spark, конечно, с ним уже так, ну, я даже на конференции увидел, что с ним уже начинают работать, но все равно это люди, ну, пока, я там, не знаю, десятками, наверное, измеряются, кто действительно с ним хорошо работает, там. В любом случае здесь хорошо было бы обмениваться опытом, какими-то подходами, и, вот, ну, то есть, это было бы всем полезно, я думаю. Давай так, мы тебя через год примерно будет пейсмейкер BI Big Data, вот. Я позже где-то заметочку себе сделаю, позже приглашу, там, придешь ты, либо, там, кто-то из твоей команды. Я думаю, всегда можно будет держать связь через вот эти наши митинги. У тебя, кстати, есть appointment, я тебе высылала, вот. Так что тебе будут приходить уведомления, про что мы рассказываем, и будет возможность присоединиться, вот. Ну, а мы, в свою очередь, я думаю, сформируем список вопросов и пожеланий, и как-то уже будем двигаться в вашу сторону, вы в нашу, ну, как-то. Хорошо, хорошо, отлично. Спасибо большое тебе за презентацию. Все, спасибо, всем хорошего дня. Спасибо, счастливо. Пока. Счастливо.